О, идея! Именно под таким названием в Твери состоялся региональный проектный интенсив-форум «Вектор на будущее» в рамках комплексной программы по профилактике рискованного поведения среди детей и подростков. Финальной точкой мероприятия стала высадка саженца крымской сосны на территории парка. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Сегодня в историческом парке России «Моя история» состоялся региональный проектный интенсив-форум «Вектор на будущее». В мероприятии участвуют около 200 ребят в возрасте от 12 до 18 лет. Мероприятие началось по традиции с гимна Российской Федерации. Но поскольку форум молодежный, до более знакомые строки прозвучали в современном исполнении. Студенты, наставники, социальные педагоги, педагоги-психологи школ Верхневолжья выступили перед присутствующими с напутственным словом и теплыми пожеланиями. Форум призван продолжить цели реализации программы «Вектор на будущее» и погрузить участников в многообразный мир вокруг них. И задаться вопросом, чем каждый может помочь своему окружению, региону и стране. В рамках интенсива участники в формате квеста вместе с наставниками разработают свое социально значимое дело и осуществят его до 1 июня 2024 года. Первое, без сомнения, доброе начинание было реализовано буквально безотлагательно. Одним из важных этапов мероприятия стала высадка саженца крымской сосны на территории мультимедийного парка «Россия. Моя история». Очень потрясающее событие, то, что нам передали эту сосну и была возможность у ребят своими руками посадить ее. Это забота об экологии, это прививает к них уже с такой детской скамьи возможность делать работу своими руками, поддерживать экологию. Представители каждой команды форума приняли участие в посадке дерева в рамках акции «Русская весна. 10 лет вместе». Ее подарили региону представители делегации Республики Крым и города Севастополя на международной выставке в форуме «Россия». Ранее крымская сосна была занесена в Красную книгу. Как известно, Верхневолжье славится своей живописной природой и богатыми лесами. Поэтому очень символично, что, возможно, первая крымская сосна теперь будет расти и в нашем регионе.